Обычно с такими табличками встречают в аэропорту, но в 33-й Чебоксарской школе никуда не улетают, а всего лишь уезжают домой на школьных автобусах. Третий А-класс, подойдите ко мне, пожалуйста. Пазики и газели развозят детей в удаленные микрорайоны Чебоксар, Новый город и Соленое. Всего 110 школьников. Это ученики первых-четвертых классов. Я ездил в школу на 24-й маршрутке. Это было очень сложно ждать. Долго было. Места там не хватало, все толкались. Теперь же об этом можно забыть. Школьные автобусы с утра забирают детей, а вечером отвозят домой. В автобусах соблюдены все требования безопасности. Это проблесковые маячки, тахографы, глонассы и все необходимое для того, чтобы была осуществлена безопасная перевозка. Ремни безопасности, сопровождающие и так далее. По правилам учеников в одном автобусе сопровождает один взрослый. У Светланы Высоковой пятеро детей, трое из которых – школьники. Помогать перевозить ребят она согласилась одной из первых. Детей было бы трудно очень отвозить в школу, но мы получили эти автобусы и газели. И вот благодаря этому наши дети с комфортом добираются до школы. Школьные автобусы ездят и в другие районы Чебоксар, Чандрово и Заволжье. Таким образом добираются 255 ребят. Чтобы получить возможность отправить ребенка на школьном автобусе, нужно обратиться в администрацию школы или столичное управление образования. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.